Вы смотрите новости сейчас, студия Ольга Калаирова. Здравствуйте. На базе старых и неэффективных хозяйств надо создавать новое сельхозпредприятие, хоть это и не дешево. На это сегодня обратил внимание президент Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Мядельский район. Белого государства продолжает серию посещений регионов, во время которых в центре внимания вопрос уборочной кампании и развития сельскохозяйственной сферы в целом. Белорусский лидер знакомится с опытом создания с нуля пилотного проекта эффективно функционирующей сельскохозяйственной организации. Филиал Минскобл Агросервиса и есть тот самый талонный супертехнологичный мехдвор и мощный зерносушильный комплекс. Проект должен развеять миф о неперспективности северных земель республики и дать толчок развитию всего Мядельского района. В центре внимания президента также ход уборочной кампании в стране. Погоду не жди. Погода идеальная стоит для сельского хозяйства. Идеальная. Лучше я вот последние годы... А ну не заливай, не заливай. Да, нету таких диких сейчас штормов погода. Тем более позже посеяли, я смотрю. Ну да, для юга была проблема. Но юг уже к половине кто хотел, тот подобраться. Там проблем нет. Они выхватили основное, как в народе говорят. Поэтому я не вижу проблем. Погоды лучшей не будет и не надо. Надо просто маневрировать. Надо забыть прошлые сухие годы. Все, это нормальный год. У нас вон кукуруза какая стоит. У нас картофель отличный. У нас яровые культуры более-менее. Поэтому, да, сахарные срокла у нас хватает овощные культуры. Это подарок такая погода. Поэтому надо просто сейчас разумно подходить к уборке, тактику выработать. Кроме того, президент пообщался с журналистами и рассказал, почему Беларусь не будет экспортировать зерно. Раскрыл детали так называемой продовольственной сделки по вывозу украинского урожая. Дал совет руководству Сербии не пытаться усидеть на трех стульях. А также пообещал защитить детей и их семьи из Рижской детской академии радиотелевидения. И принять в белорусскую семью порядочных и добрых соседей. Все подробности в наших следующих выпусках. Испанцам придется попотеть. Правительство страны представило национальный план по энергосбережению. Теперь в общественных учреждениях запрещается устанавливать температуру на кондиционерах ниже 27 градусов. Отопление, в свою очередь, не должно превышать отметки в плюс 19. Коснулись изменения и розничной торговли. Подсветка витрин магазинов должна отключаться не позднее 10 вечера. К слову, из-за жары в стране уже ограничили использование воды. Ее запас едва превышает 41%. А Иран переживает сезон муссонных дождей. Из-за обильных осадков на большей части страны наводнение. Большая вода уничтожила селихозугодие. Кроме того, в 21 регионе были зафиксированы сходы оползни. В результате стихийного бедствия погибли 53 человека и сотни животных. Забег в голубых теняшках устроили в Бресте. Так бывшие военнослужащие решили отметить день десантника и сил специальных операций. Длина символичного марш-броска 8 километров. Участники пробежали по центральным улицам города и финишировали в 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Там для всех желающих устроили яркое военизированное шоу. Его открыли парашютисты. На счету некоторых уже более 6 тысяч прыжков. Прямо в небе развернули национальный флаг. А после зрители увидели опасные трюки на мотоциклах. Спуск с кузова грузовика и гонки на одном колесе. Также солдаты продемонстрировали выполнение огневых задач при встрече с противником. 38-я отдельная гвардейская мобильная бригада – одна из элитных частей сил специальных операций Беларуси. Именно здесь родилась новая традиция белорусских десантников. Специальное испытание на почетное звание «Черный орел». В армейском спецназе это такой же престижный символ, как, например, краповый берет. Силы, питания, операция, слава, слава, слава! Служил 2005-2006, но воспоминания только хорошие. Я считаю, что служить надо. Службу должен пройти каждый. Парень – это же будущий мужчина, будущий защитник. Первый защитник и самого себя, и Родины. Хотим сказать, что страна может спать спокойно. И, наверное, вот это чистая мирная меда мы гарантируем стране. На сегодняшний день мы в состоянии обеспечить вот эту стабильность, развитие и движение вперед. Но всем, конечно, меры. Завершили праздник вальсом техники, во время которого показали виртуозное вождение на минимальном расстоянии. Больше информации у моих коллег в 15 часов. Я на этом с вами прощаюсь. До завтра. Всего доброго.